Привет, друзья, на связи МК. Собирать компьютер в 2021 году без SSD – это как гонять на Волге и при этом иметь деньги на Теслу. Вы либо коллекционер, либо мазохист. Если у вас стоит свежий ноутбук, в нем тоже SSD. При этом модели их столько развелось, что в этом можно запутаться. Какие SSD стоит брать, какие обходить стороной и на что обращать внимание – сегодня в этом видео. Поехали! Девушка, пожалуйста, Вэйджинто, Кинук, традиционный китайский SSD с бабами. Ага, Кинг Диан и два Голден Фир, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. На Али таких производителей SSD наберется не один десяток. Нетребовательных пользователей они привлекают ценой. Нередко всего за 1000 рублей можно взять SSD на 120 гигабайт, а утроив эту сумму, взять на полтерабайта. Однако брать такие решения, как основные накопители – плохая идея. И дело даже и не в том, что это обычные SATA SSD. В любом случае они будут ощутимо быстрее жестких дисков. Проблема в качестве. Такие накопители делаются буквально из отбраковки полупроводниковых кристаллов, которые по каким-то причинам не подошли для решений именитых брендов. Небольшие китайские компании скупают их, тестируют, но это не точно, добавляют самые дешевые контроллеры и продают. Мастер Ляо закроет третью смену и получит миска риса, оставив вас один на один с чудом китайской инженерии. Да, возможно вам повезет и такой SSD отработает у вас не один год, но есть вероятность того, что уже из коробки у накопителя будут проблемы, а через полгода-год он умрет, унеся за собой в кремниевую могилу все ваши данные. Означает ли это, что дешевые китайские SSD с Али брать нельзя? Не совсем. Покупать их как основной накопитель для установки системы точно не стоит. Аналогично не стоит его брать и вторым или третьим, если вы хотите хранить на нем какие-то чувствительные для вас данные. А вот под игрушки и всякий мусор рассмотреть к покупке китайчатинку все же можно. С другой стороны, брендовые SSD сейчас ненамного дороже. Например, если вы хотите взбодрить старый ПК или ноутбук, можно присмотреться к недорогим SATA SSD на сотню-другой гигабайт, типа Crucial BX500. Нужен емкий SSD, чтобы сохранить половину библиотеки Steam, ищите терабайт на SSD, например, Kingston A2000 или Adata XPG. Ну а если вы уж часто работаете с объемными файлами, можно перейти в высшую лигу и выбрать Samsung 980 Pro. Да, дорого, но за возможность перемещать терабайты данных за считанные минуты он того стоит. По традиции мы собрали для вас интересные модели SSD на e-каталог в одну корзину. Тут и недорогие модели, и самый топ. Ссылка на подборку годных SSD ищите в описании. Итак, вы нашли подходящий вам SSD. Как узнать его скорость, нагрев и надежность, помимо описания, из тестов и обзоров. Но на тот ли SSD вы прочли тесты или посмотрели обзор? Многие думают, что после релиза техника уже не меняется. Даже если вы купите процессор спустя пару лет после его выпуска и первых обзоров, это все еще будет тот же процессор с такой же производительностью. И с SSD долгое время было так же. Обзоры позволяли узнать точное наименование контроллера, тип памяти, объем кэша, нагрев, скорости чтения и записи, короче говоря, составить полную картину от вердотельники. Однако теперь это больше не так. Производители стали мухлевать. Как это происходит? Известная фирма выпускает новый SSD, его покупают пользователи и на него делают обзоры сайта и каналы. Зачастую, если накопитель оказывается интересным, его многие начинают рекламировать и покупать. И на пике славы производитель берет и изменяет его начинку, никак не меняя название. Причем изменение идет, разумеется, в худшую сторону. Вы покупаете, ставите его в ПК, все устанавливаете и понимаете, что накопитель работает не так хорошо, как обещают обзоры. Разумеется, вернуть в магазин такой SSD уже не получится. Чаще всего под урезание попадает память. Текущая 3-битовая TLC достаточно дорогая, поэтому в емкие версии накопителей производители начинают ставить более дешевую 4-битовую QLC, проблема которой крайне низкие скорости чтения и записи при выходе за пределы буфера. Причем низкие даже по меркам HDD. Нередко можно увидеть всего 100, а то и 50 мегабайт в секунду на запись. Это при том, что производитель нередко обещает нам полторы-две тысячи. Как не нарваться на такого кота в мешке? Сортируйте отзывы по дате и смотрите самые новые. При малейшем подозрении на мухлеж, лучше отказаться от такого SSD, благо на рынке хватает других производителей. Покупка БУ электроники – отличный способ сэкономить. Так я купил свою камеру у Альфа 6400 и оптику к ней примерно на 30% дешевле в отличном состоянии, но вот SSD я вам покупать с рук не рекомендую. И вот почему. Не так давно была вспышка майнинга криптовалюты Chia, для которой нужны как раз быстрые SSD и емкие HDD. Через твердотельник прогоняются огромные объемы информации в десятки и даже сотни терабайт. Разумеется, под такие нагрузки обычные пользовательские SSD и близко не заточены. А с учетом того, что почти любой накопитель сейчас можно прошить, мошенники стали этим пользоваться. Схема выглядит просто. Накопитель гоняется в майнинге до 70-100% от указанного производителем ресурса, после чего у него скручивается смарт и SSD продается с хорошей скидкой, как ни бит ни крашен. Собственно, поэтому отличить реально новый накопитель от вусмерть замайненного вы не сможете никак. И снова во всем виноваты кто? Правильно, майнеры. Лучше откажитесь от покупки SSD в сомнительных местах на полгода-год. К счастью, эпидемия Chia практически сошла на нет, поэтому скоро такие Franken SSD исчезнут насовсем. Твердотельные накопители достаточно новый продукт на рынке комплектующих, поэтому их скорости нарастают лавинообразно. Если еще 5 лет назад скорость SSD в 2 ГБ в секунду казалась умопомрачительной, то текущие накопители достигли уже 6-7 ГБ в секунду. И уже в следующем году на рынке появятся решения, способные обеспечить аж 15 ГБ в секунду. Это уже сравнимо с базовой ОЗУ DDR4. Разумеется, это заставляет пользователей SATA SSD со скоростями всего в несколько сотен МБ в секунду чувствовать себя неуютно. Но спешим успокоить, для домашнего ПК, даже очень мощного, такие скорости просто не нужны. К примеру, Sony на презентации PlayStation 5 уверяла нас, что суперкрутой SSD их разработки с навороченной технологией сжатия данных, подключенной напрямую к процессору и обеспечивающей скорости чтения аж до 9 ГБ в секунду, позволит перевернуть мир игр и забыть про загрузки. Но что мы видим на деле? Не так давно Sony разрешила подключать к своей консоли сторонние SSD, и тесты быстро показали, что никакого реального преимущества быстрый SSD не дает. Так, например, при установке SSD VD750 SE, который обеспечивает скорость всего 3,2 ГБ в секунду, то есть вдвое медленней, реальная разница в скорости загрузки игр была в основном лишь сотни миллисекунд. Только в одной игре была разница в 2 секунды, сложно назвать такую задержку серьезной. ПК-бояре пошли еще дальше и стали устраивать сравнения между SATA, PCI-Express 3.0 и 4.0 SSD. Итог был немного предсказуем. Да, дешевые и временами почти на порядок более медленные SATA... Действительно медленные. На целых полсекунды. Временами аж на секунду. Почему же так происходит? Почему ускорение работы накопителя в 10 раз минимально сказывается на быстроте работы системы и игр? Во-первых, нередко упор идет в остальные комплектующие, ведь только SSD в последнее время резко стартанули по скорости работы. Процессоры и видеокарты в этом плане куда консервативнее, ибо они на рынке присутствуют куда дольше. Во-вторых, не стоит забывать, что предыдущее поколение Xbox и PlayStation работает на HDD. Создателям игры и движков приходится это учитывать и максимально оптимизировать работу своих творений на жестких дисках. Поэтому, когда движок получает свое распоряжение хоть какой-то SSD, который в любом случае на порядок быстрее по скорости работы с небольшими файлами, и на тот же порядок лучше по задержке, он просто сходит с ума и не знает, как работать с такими мощностями. Это легко проследить по нагрузке на SSD во время загрузки игр. Даже дешевые SATA решения резко грузятся больше, чем наполовину. Ну а топовые PCI-Express 4 частенько прохлаждаются с нагрузкой в единицы процентов. Так что вердикт здесь прост. Если вы не работаете ежедневно сотнями гигабайт данных, не стоит гнаться за скоростями и переплачивать за топовые SSD. Мы уже привыкли к тому, что процессоры и видеокарты ощутимо греются и требуют активного охлаждения. Но все еще для многих кажется удивительный тот факт, что многие SSD также не самые холодные ребята и аналогично требуют к себе внимания. Собственно, с логической точки зрения здесь все понятно. Контроллеры быстрых SSD прогоняют через себя нередко гигабайты данных в секунду. И их еще нужно на лету упаковывать в чипы. Все это приводит к тому, что топовые контроллеры нередко имеют уже по 4-5 быстрых ARM-ядер с теплопакетом в десяток ватт. А это, увы, уже требует наличия какого-никакого радиатора. Будет ли накопитель работать без него? Разумеется. Однако нужно понимать, что при серьезной нагрузке, типа архивации, работая с апдейтами в Windows или установке игр, такой SSD может быстро нагреться до критической температуры и начать троттлить, то есть снижать свою производительность. Поэтому, если вы купили себе топовый накопитель, типа WD850 или Samsung 980 Pro и в комплекте не было радиатора, не экономьте. Купите еще за пару сотен рублей радиатор к нему на Алиэкспресс. Или же, если на вашей материнской плате имеется радиатор для M.2, не стоит про него забывать. Однако нужно помнить, что это касается высокоскоростных NVMe SSD. Простые SATA в дополнительном охлаждении совершенно не нуждаются. Как схематично выглядит SSD? Многие скажут, что это контроллер с подключенной к нему флеш-памятью и будут правы. Очень многие твердотельники действительно имеют только два этих компонента, без которых, собственно, и SSD не будет. Однако есть и третий важный игрок. DRAM Cache. По сути, это небольшой чип ОЗУ, редко больше, чем на 1 ГБ, подключенный к контроллеру. Зачем он нужен? В нем хранится таблица с адресами данных во флеш-памяти накопителя. Это позволяет последнему меньше обращаться к памяти для получения информации о свободных и занятых ячейках. А значит, SSD с DRAM Cache будет работать быстрее при постоянном потоке данных к нему, что мы и видим на практике. Поэтому, если вы ищете себе SSD лучше, чем простой SATA накопитель, стоит обратить внимание на наличие DRAM Cache. Нередко модели с ним стоят лишь немного дороже, чем без него, но при этом они ощутимо стабильней и быстрее в работе. Существуют SSD, которые отъедают под DRAM Cache часть ОЗУ компьютера. Такая технология называется Host Memory Buffer. Одним из самых известных представителей таких накопителей является достаточно популярный Samsung 980, который в теории может работать на скорости до 3 ГБ в секунду. Разумеется, такая технология не заменит полноценный DRAM Cache. Во-первых, максимальный объем забираемой из ОЗУ памяти редко превышает 32-64 МБ, то есть составить таблицу адресов получится лишь для 32-64 ГБ флэш памяти, что обычно на порядок меньше общего объема накопителя. Во-вторых, все же ОЗУ ПК расположено дальше, чем чип на самом текстолите SSD, так что и задержки доступа к такому кэшу выше. Но все еще наличие Host Memory Buffer лучше, чем его отсутствие. Что в итоге? TLC память хорошо, QLC хуже. Брать китайский SSD не стоит, но если очень хочется, можно только под игрушки и некритичные для вас данные. Переплачивать за быстрые NVMe SSD, если вы не работаете с большим количеством данных, не стоит, а если работаете, не забудьте купить к нему радиатор, если он не шел в комплекте. И если, глядя на цены современных SSD, рука так и тянется ковито, гоните эту идею прочь. Шанс купить замайненный в усмерть SSD очень велик. Если вы хотите узнать о SSD еще больше, посмотрите наши два других видео. 10 мифов об SSD и SSD практические советы. Ссылочки будут в описании. Также в описании будут ссылочки на подборку SSD на e-каталог, который мы вам советуем. Там же будет ссылка на наше сообщество ВКонтакте, где мы вам рассказываем о самых свежих IT-новостях. Меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока.